Старые знакомые и новые лица. Областная дума обновилась на две трети. Перед началом заседания депутаты тепло общались друг с другом, присматривались и рассаживались по местам, которые им занимать ближайшие пять лет. Парламентское большинство по-прежнему единой России, но в думе теперь уже шесть политсил. Свой единственный мандат партия пенсионеров собирается использовать в интересах целевой аудитории. У нас есть место сбора, у нас есть место, где партия определена. И я буду ждать всех пожилых людей, у которых есть проблемы, для того, чтобы помочь им в решении их проблем, насколько это будет возможно. Много новичков у единороссов. Приоритеты в работе они уже определили. Самое главное наполним из бюджета, а потом контроль за тем, как правильно, как грамотно этот бюджет будет расходоваться, точнее сначала планироваться, а потом уже расходоваться на благо Курского региона. Ну и в частности, учитывая, что я из города Железногорска, естественно, и в городе Железногорск. По традиции первое заседание ввел самый возрастной депутат. Это право досталось коммунисту Василию Якунину. Перед парламентариями выступил глава региона Роман Старовойт. Он напомнил, что работа депутатов – это исполнение наказов избирателей. Обозначил губернатор и приоритетные задачи для экономики. Мы должны сами вместе подумать, как в ближайшие годы сделать диверсификацию экономики, сделать так, чтобы зависимость от основных налогоплательщиков у нас постепенно снижалась. За последние годы мы сделали значительный шаг вперед в этой части. У нас открываются новые промышленные предприятия, у нас заработали предприятия глубокой переработки продукции аграрно-промышленного комплекса региона. Это движение нужно сохранить. Основная цель первого заседания – выбрать председателя. Партии выдвинули трех кандидатов. Единороссы предложили на этот пост экс-главу Горшеченского района Юрия Амерева. Коммунисты Александра Анпилова, либерал-демократы Владимира Федорова. Каждому дали слово. Я приложу все усилия для того, чтобы консолидировать работу всех депутатов, всех партий, всех фраций, независимо от своих убеждений, направлений и пристрастий. Возглавить областную думу должен представитель партии ЛДПР. Имеем опыт. При этом мы и оппозиционная партия, но не призываем к революции. И по важнейшим вопросам для нашего государства мы занимаем правильную позицию, не призываем к революции и делаем все, чтобы были услышаны наказы наших избирателей. Я думаю, что с нынешним губернатором нам по силам принять необходимые для Курьян законы. Ну и последнее. Эффективность работы думы зависит не только от его руководства, но и от каждого депутата. Если каждый депутат будет проявлять инициативу, туда будет результат. В итоге в результате тайного голосования спикером парламента был избран Юрий Амерев. Первым замом стал Николай Жеребилов, вице-спикерами Константин Комков и Евгений Бартенев. Совет Федерации Курскую область будет представлять Александр Брыксин. Александр Юров, Антон Латышев. События дня.